Праздник состоится в любую погоду. Фактически под таким девизом мигаловские авиаторы отметили 80-летие формирования 12-й гвардейской Минской дивизии военно-транспортной авиации. На аэродроме состоялся полноценный парад с торжественным прохождением личного состава и техники и фигурами высшего пилотажа, которым не помешали даже тяжелые облака, из которых время от времени накрапывал дождь. Тверь заслуженно считается гордым авиаторов. Именно у нас базируется одно из подразделений знаменитой 12-й Минской военно-транспортной авиадивизии. Ее самолет без всякого преувеличения выполняет задачи по всему миру, как, например, вот этот АС-24 «Руслан». И в этом году авиадивизия включает круглую гаду. 80 лет со дня своего образования. Праздничные торжества посетило немало высоких гостей. В приветственный адрес прислал губернатор Верхневолжи Игорь Руденя. Мы гордимся тем, что на территории Верхневолжья дислоцируется ваше прославленное воинское соединение. Военнослужащие дивизии не раз успешно решали самые сложные задачи. Уверен, что вы всегда будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, укреплять боевую мощь наших вооруженных сил. Желаю вам новых достижений и побед на службе России. С праздником! Сформированная в самый разгар Великой Отечественной войны, дивизия успешно выполняла задачи на самых разных фронтах. Отметил в своем поздравительном слове руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. В годы Великой Отечественной войны дивизия за образцовое выполнение боевых заданий на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусским фронтах была награждена орденом Красного Знамени. Сегодня гвардейцы продолжают славные традиции, заложенные предыдущими поколениями авиаторов. За 80 лет соединение прошло славный и достойный путь. От первых транспортных станутов ЛИ-2 до сегодняшних могучих Л-76, Ан-22 и Ан-124. Имея на вооружении эти крылатые машины, соединение приобрело свой особенный, уникальный статус стратегического авиационного соединения. Все машины, состоящие ныне на вооружении дивизии, были продемонстрированы гостям праздника. Причем не только в статичном виде, будучи выставленными для свободного посещения, но и в небе. Особенно стоит отметить, что публики показали и долгожданную новинку военно-транспортной авиации. Последнюю модификацию самолета Ил-76. Зачастую специалисты говорят, что по сути дела это новая машина. Чего только стоят двигатели. ПС-90А, они имеют большую тягу, нежели Д-30КП второй серии. Хочется также отметить, что в данном самолете как авионика, так и вообще, в принципе, любое практически оборудование оснащено. Это, по сути, глобальная модификация обычного самолета Ил-76. Традиционно в ходе праздника авиаторам вручили немало наград, в том числе и боевых, например, медали за отвагу. Среди отмеченных оказалась и представительница прекрасного пола Алла Самкова. Особо хочется подчеркнуть, что службу она несет не где-нибудь в штабе. Хрупкая девушка управляет самолетом Ан-2. Она отмечает, что зря некоторые думают, будто это этажерка, управлять которой не составляет труда. В управлении он очень тяжелый. Надо самолет очень хорошо чувствовать, очень хорошо понимать, понимать аэродинамику, знать ее. И знаний, навыков и умений требуется для управления им никак не меньше, чем для управления тем же самым Ил-76. Кроме того, в ходе праздника состоялись и памятные мероприятия. Сразу двум самолетам были присвоены имена. Об одном рассказал приехавший в качестве гостя заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, отметивший, что регион оружейников не чужой для 12-й Минской авиадивизии. Ее история тесно связана с Тульской областью, где на протяжении 29 лет базировалось управление соединения. Для региона большая честь, что в знаменательный для дивизии год одному из ее самолетов будет присвоено звание «Город-герой Тула». Второй самолет получил имя Андрей Зеленко. В честь командира экипажа, который в июле 2000 года совершил самый настоящий подвиг. Посадил Ил-76, у которого отказали все системы и загорелись двигатели. При этом все 232 человека, находившиеся на борту, а транспорт не вез призывников, не получили ни одной травмы. Супруга пилота, которому присвоили звание «Герой России», говорит, что обо всем узнал только по телевизору. Он всегда говорил, я выполнял свою работу, я ничего такого не сделала. А когда мы начинали разговаривать, ну скажи, как там было, каково, он говорит, нормально все. Он говорит, ну, вышли всех, эвакуировали, все, все живы, здоровы, все. А на самом деле это, конечно. Празднование на Мигаловском аэродроме шло до самого обеда. Поздравить коллег по небу прилетели пилотажные группы «Реакторы». На учебно-тренировочных Л-29 своими пироэтами публику поражали представители Федерации вертолетного спорта России, а также группа «Первый полет». На самолетах Як-52. Финальным аккордом стал пролет тройки Ил-76.